МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Курганрус Екатерины Антроповой. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Множественные переломы, кровоизлияние и кома. Иногда складывается впечатление, что пешеходы мешаются под колесами водителей. Иначе как объяснить порой наглое нарушение правил ПДД, в которых пострадали десятки детей? На днях курганские госавтоинспекторы провели необычную акцию. Местом ее проведения стала больница Красного Креста. От дома до школы большинство маленьких курганцев идут самостоятельно. Порой на этой дороге их поджидают опасности – несущиеся автомобили и автобусы. Научить их ценить свою жизнь и здоровье решили курганские госавтоинспекторы. Устроили в Красном Кресте акцию. В Красном Кресте сейчас находятся на излечении дети после дорожно-транспортных происшествий. Некоторые из них в тяжелом состоянии. Ну, в общем, вот такая небольшая праздничная программа, чтобы расслабить детей, поднять им настроение. Ну, и предупредить их, конечно, о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Последствия, какие бывают после ДТП, они, находясь в травматологии, видят сами. Акция важна. Дети – наше все. В этом убеждены и в региональном отделении Союза женщин России. Там почти все мамы, некоторые бабушки. И, безусловно, поддержали мероприятие. Мы, как заботливые мамы, как женщины, конечно же, с большим вниманием относимся к своим детям. И нам очень хотелось, чтобы в тот момент, когда ребенок находится вдали от нас, тоже соблюдал все меры безопасности, соблюдал правила дорожного движения, для того, чтобы мы чувствовали себя спокойно и ребенок был уверен в этой жизни. Детей не только учили. Устроили праздничную программу, вручили сладкие подарки. Никого не обделили вниманием. Хотя один из маленьких пациентов не смог увидеть всей прелести этого дня. В коме. Уже почти месяц. Сейчас один ребенок находится после ДТП. И один ребенок в тяжеленном состоянии, в реанимации. Они с другом на мопедах выехали на встречную полосу движения в районе, по-моему, просвета. Там одного насмерть сразу сбило, а второй в тяжеленном состоянии был доставлен к нам. К сожалению, больничные койки в Красном Кресте не пустуют, и жертвы ДТП на них не редкость. Среди них и этот детсадовец. Женщина совершила наезд. Он вырвался у меня из руки и побежал через дорогу. Она буквально его сбила на обочине. Говорят, что смещение кличиц, что там косточка и это, и легкое сотрясение. С начала года в Кургане произошло более 60 ДТП, в которых пострадали дети. Трое погибли. Конечно, сейчас, особенно это актуально в темное время суток, детям необходимо иметь цветовозвращающие элементы на одежде. Внимательнее смотреть по сторонам, не забывать о том, что водитель не может остановиться моментально. В связи со скользкой дорогой увеличивается тормозной путь автомобиля. Родителям усилить контроль в этот период за детьми. Ну и обратиться к родителям, чтобы они перевозили детей всегда безопасно. Павел Баев, Владислав Базалев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру Восстановление семьи. Как быть, если кровные родители хотят вернуть ребенка, а он или его приемные родители против? Нюансы обсудили за круглым столом, который организовала уполномоченный при губернаторе Курганской области по правам ребенка Алена Лопатина. Ситуации, когда взрослый хочет восстановить свои родительские права, многообразные, глубоко индивидуальные. Вот самая простая. Может быть, отец вообще не прописан на пример свидетельства о рождении ребенка. И тогда отец, который вдруг узнает, что он отец ребенка, такое бывает, он может либо лично прийти вместе с матерью ребенка в органы ЗАГС и установить отцовство при личном участии того и другого родителя. Однако бывают ситуации, когда мать не желает признавать родительские права мужчины. Он вправе обратиться в суд, предоставив доказательства своего отцовства. Доказательства могут быть разного толка совершенно. И решение будет за судом, какие доказательства счесть достоверными. Еще более сложный случай восстановления родительских прав после того, как человек был лишен их, и ребенка поместили в детдом или передали в приемную семью. Ему надо обратиться в органы опеки и попечительства. Соцзащита и опека в этих случаях выезжают на место жительства этого родителя, составляют такт, понимают, где будет жить ребенок, в каких условиях, собирают данные о личности родителя, который хочет восстановиться в родительских правах. И если не вызывают опасений, то поддерживают иск родителя в суде. Однако следует признать, что это происходит редко. Органы опеки с трудом доверяют отступившимся родителям примерно в одном случае из 30. Дорожите детьми и семьей. Максим Ихохонин, Николай Волков, Дмитрий Тихонов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру. А тем временем курганские дети помогают животным, которых бросили на улицы взрослые. В школе номер 7 проходит акция «Протяни руку помощи». Ежегодно сотни собак и кошек оказываются на улице. Многих оставляют на территории садовых кооперативов, а их в Кургане без малого 350. Протянуть руку помощи нашим меньшим братьям решили ученики седьмой школы в Заозерном. Корма приносят каждый день большими пакетами и первоклашки, и старшеклассники. В нашей школе акция «Протяни руку помощи» считается уже традиционной, так как проводится на протяжении нескольких лет. Учащиеся нашей школы собирают корма в Центр помощи животным. Также экологический отряд, который существует на базе нашей школы, не раз выезжали в этот центр и привозили не только корма, но и помогали в самом питомнике. У пятиклассниц Ангелины и Саши дома тоже есть питомцы, и они не представляют, как можно оставить их без еды и питья. Мы принимаем это участие для того, чтобы животные не нуждались, для того, чтобы им было хорошо жить. Мне кажется, каждый имеет право на хорошую жизнь. Даже если у них эта хорошая жизнь не удалась, мы можем их как-то помочь. 30 ноября все корма передадут в Центр помощи животным, а оттуда в приюты и к неравнодушным горожанам, которые по своей инициативе передерживают бродячих собак и кошек дома. В конце ноября акцию поддержат практически все школы и детские сады Кургана, так что еды для беспризорных животных должно хватить на всю зиму. Максим Ахахонин, Кристина Смирнова, Дмитрий Тихонов, Лидия Когородцева, информационное агентство Курган.ру. К другим темам. Главному закону нашей страны в этом году исполняется 25 лет. В честь этой знаменательной даты в Курганской области стартует конкурс для студентов. Победителей ждут денежные призы. О проблемах и перспективах, о роли в государственном и общественном устройстве, о свободах российских граждан. Обо всем этом смогут порассуждать в своих работах все желающие зауральские студенты высших учебных заведений. В области стартует конкурс студенческих научных работ на приз в Рио губернатора Вадима Шумкова, посвящен 25-летию со дня принятия Конституции Российской Федерации. Ознакомиться со всеми требованиями и правилами оформления своих работ вы можете на сайте областного правительства. До 1 декабря 2018 года их необходимо отправить на электронную почту правительства региона. Если возникнут вопросы, то консультацию можно получить по телефону 429109. Победители конкурса получат денежные призы. Павел Баев, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру. Путешествие во времени. Зауральцам предлагают отправиться в 1942-й. В Краевеческом музее при поддержке областного правительства открылась квест «Комната виртуальной реальности». Это новый проект Всероссийского движения «Волонтеры Победы». Путешествие в 1942-й. Квест в комнату «Сталинградская битва» презентовали еще в феврале в присутствии президента России Владимира Путина. До конца года виртуальная машина времени побывает в пяти регионах страны. Курганская область в это счастливое число попала не случайно. Очень символично, что генерал Шумилов как раз командовал 64-й армией во время Сталинградской битвы. И именно эта армия разгромила фашистов в южных частях города Сталинграда. И сегодня мы в городе, где он родился, открываем квест, который посвящен Сталинградской битве. Проходить квест нужно в паре. Бойцам дается всего шесть минут. За это время нужно найти патроны к пулемету, починить рацию и сообщить артиллерии координаты, где находятся вражеские силы. Это те технологии и возможности, которые работают на благо патриотического воспитания молодежи, говорит заместитель начальника управления по социальной политике региона Иван Хлебников. Ощущение виртуальной реальности, которая дополняется реальными историческими фактами, хорошей графикой, фотографиями, ощущением присутствия. Это вот всё то, что будет понятно и интересно сегодняшним школьникам и студентам. 14-летний Максим попал в виртуальную реальность впервые. Признаётся, было круто, но немного страшно идти по доскам. Задание выполнено, дом Павлова защищён, страх позади, а мечта ближе. Подросток хочет служить военной разведке, когда вырастет и защищать отечество, как наши деды и прадеды. Мы должны очень гордиться, потому что деды воевали за нас, чтобы мы сейчас нормально жили. По словам организаторов, сейчас ведутся дальнейшая проработка сценариев не только военной тематики, но и мирных знаковых событий. Тем временем попасть в 1942 захотели уже более 500 зауральцев. Желающим пополнить их число следует поторопиться. Квест «Комната виртуальной реальности» завершит работу 26 ноября. Максим Ахахонин, Кристина Смирнова, Дмитрий Тихонов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру Наш следующий сюжет про семью Шуршилиных. Нежданно-негаданно к ним ворвалась беда. Маленькому сыну поставили страшный диагноз. Вот уже месяц трёхгодовалый Ванюша борется за жизнь. Ване Шуршилину три года. И, можно сказать, растёт мальчуган-живчик. Активный, весёлый, озорной. С недавнего времени, правда, стал недолюбливать людей в белых халатах. У него выработалась ассоциация – куда-то поведут, будут колоть, делать больно. Всё началось чуть больше месяца назад. При прохождении медкомиссии в детский сад у мальчишки обнаружили онкологическое заболевание. С того момента на плечи Ванечки легли нелёгкие испытания. В течение двух дней у него брали множество анализов, в том числе пункцию костного мозга. Её молодой отец лично повёз в Екатеринбургский онкоцентр. Через 12 дней им сообщили результаты. Был готов получать последний анализ. Вот нам сообщили, что, получается, костный мозг не поражён. Ну, и как бы сообщили, что какая-то группа В2, да. Это, сказали, не тяжёлая, но и нелёгкая, средняя, в общем, группа тяжести. До этого результата Ванечке в течение целой недели беспрерывно через капельницу вводили лекарства. Вымывали из крови лишние лейкоциты. В первые дни у нас активный ребёнок такой, то есть бывало такое, что мы тетёр там, ну, мог пнуть. Хоть и отсюда, как бы активность такая была у него, гиперактивность. Который так подружился с ними нормально, то есть, ты зачем пришла сюда, что ты будешь делать здесь? Да. То есть, стал общаться с моей сёстрами. Затем начались сеансы химиотерапии. Ванечка морально переносит лечение хорошо, но побочные эффекты – колики в животе от серьёзных инъекций ему даются с трудом. Планшет купили ему. В момент, вот когда болел живот, как бы он на него сильно отвлекался. Поиграть, посмотреть мультики, там час-два мог отвлечься просто. И всё, потом снова вспомнить, что у него болит живот, и ему снова нужно массаж делать. Александр уверен, что справляться с трудностями помогает молитва родителей и всех близких. Врачи говорят, что у вас Ваня, как бы, ну, очень сильный. Мне нравится то, что он мечтает. Он говорит, что изначально я пойду в садик, мне надо в садик, меня детки ждут в садике, там. Мне нужно обязательно, там, куда-то он хочет слетать в другой город, ему важно в другой город слетать, покататься где-то там на горках. Я думаю, саму ребёнку даже каких-то сил придаёт. Он живёт тем, что у него будет потом. После каждой процедуры у маленького пациента регулярно исследует кровь. Анализы с каждым днём всё лучше. Из 90% поражённых клеток осталось лишь 11. Его состояние приближено к ремиссии. Но в семье хотят быть готовыми к любому развитию ситуации. На случай, если Ване понадобится пересадка костного мозга, родители хотят отвести свои анализы для исследования на совместимость. Делать это они будут в Санкт-Петербурге в НИИ имени Горбачёвой, клиника при благотворительном фонде Константина Хабенского. Ну и у Ванечки впереди ещё два сеанса химиотерапии. Затем небольшой перерыв и снова в бой. В любящих объятиях родных, в окружении улыбок. Помощи ни у кого не просят, хотя и не отказываются. Жена для ухода за ребёнком уволилась с работы. Отец утопают в работе, чтобы покрывать огромные расходы. Опять-таки, этот сюжет не крика помощи. Сплочённая семья Шуршилиных – яркий пример, что даже самый страшный диагноз – не причина опускать руки. Уныние парализует. Здесь себе это не позволяют. Оксана Шевцова, Александр Киселёв, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». Время загадывать желание и писать письма. В России отметили день рождения Деда Мороза. А в Курганской библиотеке имени Островского открыли новогоднюю почту великого волшебника. Восьмилетняя Марина Клюкина аккуратно выводит каждое слово. В письме великому волшебнику ошибок и помарок быть не должно. Сейчас девочка мечтает о настоящем единороге, который бы поселился у неё в комнате. Но в письме попросила другое – игрушку «Сквиш». «Сквиш» – это такая испарадонная штучка. Она вот так вот жмякается и потом возвращается в свою форму. Я пообещала Дедушке Морозу учиться на хорошие оценки и слушаться родителей. На открытие новогодней почты пришло много ребятишек. У каждого свои мечты. А кто-то хочет попросить подарки для родителей, братишки или сестрёнки. Здесь же дети познакомились с помощниками Деда Мороза – Снегурочкой и Снеговиком-почтовиком, которые поиграли с ребятами в весёлые игры. Тем, кто не смог прийти накануне на праздник, расстраиваться не стоит. Новогодняя почта будет работать в течение месяца. Каждый желающий может прийти до 23 декабря, написать письмо великому волшебнику. Оно будет своевременно доставлено в Великий Устюг. Письма точно дойдут до адресата, говорят сотрудники библиотеки. Они помогут ребятам без ошибок заполнить адресные строки на конверте, наклеить нужное количество марок и опустить письмо в специальный новогодний ящик. А дальше произойдёт чудо – своё для каждого маленького отправителя. Алла Маквеева, Кристина Смирнова, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов, информационное агентство «Курганру». Подготовка к Новому году идёт полным ходом. И нам удалось немного приоткрыть завесу. Что нас ждёт в самом сказочном празднике в уходящем году? До Нового года остаётся чуть больше месяца. И организаторы обещают огромное количество праздничных торжеств. Всех секретов, правда, не раскрывают, но, уверяют, будет много приятных сюрпризов. Так, например, с 22 декабря по 6 января напротив Курганского драмтеатра развернётся рождественская ярмарка. С этим предложением выступил новый глава региона Вадим Шумков. Здесь зауральцы смогут купить товары местных производителей, мясную и молочную продукцию, рыбу и сладости. Кроме главной ёлки региона, которая традиционно разместится на Центральной площади, её своеобразных близнецов установят в микрорайонах Заозёрной и Рябково. Мероприятия начнутся ещё до Нового года. И во время зимних каникул они также продолжатся. Достаточно много будет запланировано спортивных мероприятий. Это будут и шахматные турниры. И также полюбилось уже многим это новогодний забег. Ну и самое главное, конечно, те ёлки, которые запланированы будут для наших ребятишек, чтобы они уже, репетиции уже у нас проводятся, чтобы это было организовано, красиво. И самое главное, чтобы это, конечно, запомнилось и нашим детям, и нашим родителям. Праздничным украшением Кургана займутся не только городские власти. Созданием праздничного настроения должны заняться и предприниматели, оформить витрины и прилегающую к их точкам территорию. Максим Ахахонин, Тимур Натсулханов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру. Рыбный рай снова в Кургане. Камчатские деликатесы заставят влюбиться в себя каждого. У горожан вновь появится возможность немного себя побаловать. С 22 по 26 ноября в ДК Железнодорожников с 10 до 19 часов выставка рыбы, привезенной с Камчатки, снова ждет всех курганцев. Для истинных гурманов будет представлен широкий выбор угощений. И, как всегда, богатый ассортимент рыбы и морепродуктов холодного и горячего копчения. Наша компания предоставила широкий ассортимент продукции Большого Стихого океана. Это белорыбец, чавыча, кита, нерка, кижуч. Также представлены у нас икра красная и морепродукты. Визитная карточка нашей компании – это чавыча. Это царица лососевых. Она также представлена во всех видах холодного и горячего копчения. Самая богатая рыбка омега-кислотами. Мы работаем во дворце ДК «Железнодорожников». Приходите, будем рады вас видеть. Вся рыба, представленная на выставке, выловлена в естественной среде и приготовлена натуральным способом копчения – на щепе ольхи и вишни. Это позволяет сохранить полезные качества продукции. В продаже также имеется настоящая красная икра. Просто приятель попросил рыбки купить, так вот, поэтому зашел сюда. Если копченая, конечно, вкусная. Как она может быть? А как вам ассортимент? Ну, будет много всякой рыбы. Разнообразие деликатесов впечатляет. Омуль, мускун, осетр, белуга. Выставка «Камчатская рыба» стартует 22 ноября во Дворце культуры «Железнодорожников» по адресу площадь Слосмана, 5 и будет работать до 26 числа включительно. Здесь даже самые привередливые гурманы оценят изысканный вкус камчатской рыбы. Погода пока не радует снегом, но столбики термометров уверенно опускаются все ниже. Курганцы вышли на охоту за верхней одеждой. Где подобрать теплую стильную дубленку или пуховик и не разорить семейный бюджет в сюжете нашего корреспондента. Ах, ярмарка верхней одежды «Ермак». Здесь опять новая зимняя коллекция. Хотя, чему удивляться, ведь ассортимент обновляется еженедельно. Более трех тысяч моделей курток, пуховиков и дубленок для мужчин и женщин. Размерный ряд от 42 по 72. Подобрать подходящую по стилю модель можно для современного бунтаря-тинейджера и для его дедушки с более классическими взглядами на верхнюю одежду. То же самое касается и прекрасного пола. В магазине «Ермак» можно подобрать верхнюю одежду для всей семьи. Эту мне. Эту маме. Дубленку бабуля. Классную красную. Папе возьму. О, а дубленку дедули. Огромный выбор цветов и фасонов – не единственное достоинство ярмарки верхней одежды «Ермак». Цена от производителя. Вот что позволит вам осчастливить всех членов семьи и не разорить семейный бюджет. И старшее поколение сможет комфортно, бюджетно и со вкусом подобрать себе одежду к зиме. Рекламу я увидела по телевидению. Вот я решила к вам заглянуть, купить новый пуховик на зиму. Цена меня устроила. За 4,600 на зиму очень даже прекрасно, мне понравилось. Все покупатели, приходя в магазин, обращают внимание на отношения продавцов-консультантов. Достаточно ли внимания им оказали? Помогли ли найти нужный фасон и размер? Ярмарка верхней одежды «Ермак» за этот экзамен получила высший балл. Продавцы очень хорошие, она меня, продавец, наверное, штук 10 вытащила. Поработал со мной хорошо. Спасибо. Не только цена и ассортимент влияют на лояльность покупателя. Качество – вот что важно. Вся одежда в магазине «Ермак» отшивается на современном оборудовании по последним стандартам моды и качества и имеет долговечную фурнитуру. Поэтому любимая дубленка, пуховик или куртка прослужат вам не один сезон. Уважаемые курганцы, покупка верхней одежды – шаг ответственный. Не нужно обещать весь город в поисках широкого ассортимента и доступных цен. Обновить свой гардероб вы сможете с ярмаркой верхней одежды «Ермак». Наши пуховики, куртки и пальто станут отличным украшением и надежной защитой в холодное время года. Ждем вас! Оденем всех! На этом все. Еще больше новостей читайте на нашем сайте и официальных страницах в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго! Осень, переходящая в зиму. В это время организм даже здорового человека начинает испытывать стресс. Что уж говорить о тех, кто имеет хронические заболевания. Именно на этот сезон, по словам врачей, приходится пик их обращения в больницы. Начало зимы – это не только внутренняя перестройка. Это и слякоть, которая приводит к сотням переломам, ушибам и растяжениям. Тот, кто знает, о чем идет речь, помнит, что лечение растягивается на долгие мучительные недели, а то и месяцы. Усилить медикаменты, эффективно пережить ремиссии, а главное – сможет помочь вылечить изнуряющие болезни. Способен новый аппарат домашней магнитотерапии «Алмак Плюс». Лечение аппаратом «Алмак Плюс» может проводиться не только в условиях поликлиник, но и в домашних условиях. При следующих заболеваниях – тромбофлебиты, заболевания сосудов, артриты, в том числе подагра, артрозы, остеохондроз, в том числе межпозвоночные грыжи, спортивные травмы и не только спортивные, переломы костей, заболевания вегетативной нервной системы, мигрени. Мы предлагаем познакомиться с физиотерапией поближе, понять, что домашние процедуры помогут сэкономить время и вернуть свободу движения. И самое главное – новый аппарат «Алмак Плюс» наконец представлен широкой публике. У нового аппарата «Алмак Плюс» есть три режима. Один режим противовоспалительный, он быстро снимает воспаление и боль с помощью бегущего магнитного поля. Основной режим – это неподвижное магнитное поле. И новый режим – это педиатрический, применяется у деток со второго месяца жизни. Показан при последствиях перинатального поражения ЦНС и снижает возбудимость и нормализует сон. Магнитное поле «Алмак Плюс» нормализует все жизненно важные процессы в клетках, вплоть до их мембран. Повышается эластичность эритроцитов и увеличивается кровоток. Это обеспечивает доступ препарата в самые труднодоступные зоны. Врачи подчеркивают – «Алмак» в 2-3 раза увеличивает лечебный эффект от применяемых лекарств. Лечение всегда должно проводиться комплексно, чтобы эффект от лечения был более длительный и более выраженный. Поэтому вместе с препаратами медикаментозными мы рекомендуем физиотерапевтические методы лечения. Но на самом деле процедура очень эффективная и проверено это годами, потому что еще в советские времена использовалась очень активно магнитотерапия. И это одно из немногих воздействий физиотерапевтических, которые имеют минимум противопоказаний. В отличие от других методов физиотерапии, лечение «Алмаком Плюс» разрешено даже людям перелиняшим онкологические заболевания. А применять его можно безбоязненно и дома. С применением справится даже ребенок. Механизм действия защищает от передозировки. «Алмак Плюс» сам выключится, когда процедура закончится. Приобрести аппараты компании «Еломед» можно в магазине «Медтехника», а также медицинском центре «Импульс». 6 января. Ледовый дворец имени Парышева. Грандиозное ледовое шоу для всей семьи «Щелкунчик». Берите на сайте мойконцерт.ру Кондитерская фабрика «Сдобушка». Булочки снова в моде. Интернет-магазин «Столплит» представляет. Мебель по традиционно низким ценам. Царские матрасы по доступной цене. «Столплит» в наличии и под заказ. Вселенная возможностей для вашей информации. Надоел постоянный беспорядок в шкафу? Устали от мятой одежды в гардеробе? Чудо-вешалка «Вандерхенгер» решит эти проблемы. Сделайте свой шкаф удобным и практичным благодаря функциональности нашей вешалки. Устаревшие неудобные плечики теперь навсегда остались в прошлом. Одна чудо-вешалка «Вандерхенгер» выдерживает вес до 10 килограммов. Звоните и заказывайте прямо сейчас комплект из 8 чудо-вешалок «Вандерхенгер» всего за 499 рублей. Успейте сегодня. Вы можете сделать так. Или даже так. Но мы хотим, чтобы вы читали «Зауральский курьер». Новая рубрика «Книга жалоб и предложений». Нам важно, что вы думаете. Все подробности читайте в номере еженедельника. Календари с фотографиями ваших близких. Отличный подарок на новогодние праздники. Закажите свой календарь уже сегодня. Типография «Курьер». Разработка дизайна и печать календарей любой сложности. Типография «Курьер». Время пришло. Водитель, помни. Официальный техосмотр. Ваше спокойствие на дороге. Горгазсервис реализует газовые котлы «Ардерия». Осуществляем замену-продажу газовых счетчиков. Обеспечиваем полную гарантийную и сервисную поддержку всей нашей продукции. Горгазсервис. Когда работают профессионалы. Поздравляем сайт «Курган.ру» с рекордными показателями. 44 919 уникальных посетителей. 56 965 посещений за сутки. Достоверно, мобильно, ярко. Присоединяйтесь. Покупайте недвижимость с нами. Защитим вашу сделку своими деньгами. Только в компании «Этажи» гарантийный сертификат на покупку недвижимости в подарок. Звоните. 655 655. За куртками идем в «Ермак». Коли Миготина 87. За пуховиками идем в «Ермак». Коли Миготина 87. Куртки и пуховики по оптовым ценам от производителей. У нас на ярмарке «Ермак». Коли Миготина 87. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Максим Пивоваров. Агентство недвижимости «Этажи» номер один в России по версии «Сбербанка». 18 лет успешного опыта на рынке России и за рубежом. «Этажи» – это финансовая гарантия безопасности вашей сделки. За куртками и пуховиками идем в «Ермак». Коли Миготина 87. Куртки и пуховики по оптовым ценам на ярмарке «Ермак». По адресу Коли Миготина 87. А теперь о прогнозе синоптиков. В ночь на пятницу в Зауралии заглянет промежуточный гребень антициклона, благодаря чему распогодится, но ударят морозы. Днем же скажется влияние очередного атлантического циклона, из-за чего небо нахмурится, снег возобновится, усилится ветер. В Екатеринбурге – минус 5, минус 7. В Тюмени – минус 6, минус 8. В Челябинске – минус 4, минус 6. Временами снег. В Кургане переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный – 2,7 метра в секунду. Температура воздуха – минус 10, минус 12. Днем в Кургане облачно, вечером снег. Ветер южный – 4,9 метра в секунду. Температура воздуха – минус 5, минус 7. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра артутного столба. 23 ноября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Управляя автомобилем, сбавьте скорость у пешеходного перехода, чтобы вовремя заметить ребенка. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»